В эфире программа «Единая страна». Меня зовут Виктория Пластун. Приветствую вас. Сегодня мы поговорим о выборах. Правда, не о тех, которые прошли по всей Украине, а о тех, которые только состоятся, при условии, что будет принят отдельный закон. Я говорю о выборах на оккупированных территориях Донбасса. Законопроект, который необходимо принять для проведения голосования и избрания новой власти, там сейчас очень широко обговаривается и экспертами, и народными депутатами, и про него неодноразово заявляла власть. Собственно, с политологами, которые смогут спрогнозировать, что же необходимо написать в этом законе, и когда возможно его принятие, мы поговорим сегодня. Сегодня у меня в гостях независимый эксперт-политолог Игорь Ксих, а также Евгений Жеребецкий, политический аналитик. Приветствую вас. Очень рада видеть вас в этой студии. Ну, собственно, хочется начать, наверное, с того, что говорят, нужно принять отдельный закон для того, чтобы провести выборы на оккупированных территориях. При этом говорят, что мы должны выполнять минские договоренности. Минские договоренности мы должны выполнить до конца этого года, как нам известно. Когда возможно прогнозировать принятие этого закона? Когда возможно начало его разработки? Потому что вот сейчас уже на встрече трехсторонней контактной группы Леонид Кучма, представитель Украины, вроде как озвучивал основные тезисы, которые будут в этом законе, что правда комментировать в СМИ. Что он говорил на трехсторонней встрече, отказался? Ну, я, в общем-то, юрист, и насколько я понимаю, и меня учили в университете, что не могут представительские органы, которые действуют в правовом поле государства, быть избранными или функционировать на основании разных законов. Ну, впрочем, скажем, там, форс-мажор, как-то можно согласиться с этим. И, ну вот, подписали минские договоренности, значит, надо их выполнять. Текст, который представили, в общем-то, насколько я помню, Роман Бессмертный говорил о этом тексте. Речь идет, что он повторил, что выборы могут проходить только при условии полной демилитаризации региона. Во-первых, прекращение боевых действий, разоружение, потом на основании украинских законов, которые примет в этом случае Верховный Совет. Это будет несколько другой закон. И заключается он, во-первых, в свободе воли и изъявления, о свободе агитации и так далее, и так далее. Я думаю, что если президент сможет объяснить, убедить парламент, он может принять этот закон. То есть мы свои условия можем выполнить, свои обязательства, которые мы взяли на основании этих минских договоренностей. Но речь в том, что у меня нет уверенности в том, что Россия или, скажем, эти вот сепаратисты наши, они выполнят предварительные условия. Ну, о разоружении и так далее, и так далее. Когда может парламент начать уже все-таки разработку этого законопроекта? Я думаю, что проект уже существует. У нас есть секретариат, у нас есть юридический отдел в Верховном Совете, комитеты соответствующие. Я думаю, без особого рекламы проект уже имеет этот закон. Другое дело, что пока что он не вынес, насколько мне известно, на обсуждение комиссий профильных. Игорь, каково ваше мнение, есть ли уже этот проект, и что в нем, собственно, стоит написать, того, чего еще, может быть, не озвучивала власть? Что в нем стоит учесть? Во-первых, в этом проекте, который еще будет писаться, самое главное должно быть условие выполнено и обусловлено. Именно главным пунктом должно идти первым. Я бы его первым поставил, что ни о каких выборах не может идти речь на оккупированных территориях, пока не будет выполнено условия безопасности проведения выборов. Только в условиях безопасности можно вообще говорить о чем-то. О формировании каких-то комиссий избирательных, о безопасности их руководства. Членов этих комиссий, которые в условиях сегодняшней войны, это невозможно просто физически. Для того, чтобы это выполнить, условия по безопасности проведения выборов, нужно фундаментальные условия выполнить, главные. Опять же, по безопасности. Первое. С оккупированных территорий Донбасса должны быть выведены в кратчайшие сроки все войска России, которые там находятся. Мы прекрасно знаем о количестве этих частей, из каких городов они. Эта информация уже давно ни для кого не есть секретом. В какой комплектации, какая техника, из каких городов Российской Федерации, где они распортированы. Я думаю, сотни в том, с какого они города, с того, что они там есть. Это регулярные части российской армии, плюс бандформирование, террористические банды, которые сформированы из наемников российских, которых они называют добровольцами. Это наемники, которые за деньги приезжают в Украину уничтожать украинцев и нашу страну, и бандиты, собственно, с Донбасса, уголовники, которые, так сказать, входят в эти соединения, так называемые армию ДНР или ЛНР. Вот они должны быть, войска России должны быть выведены с территории Украины и их наемники, и полное разоружение должно быть произведено полное. Всех этих формирований бандитских и террористических групп должно быть сдано оружие, может быть, даже ОБСЕ или миссия ООН, это уже другой вопрос, как технически. Но разоружение должно быть полное. И второй момент важнейший, это полное восстановление контроля над российско-украинской границей со стороны Украины. То есть Украина должна восстановить свой государственный контроль. Пограничные войска, пограничники Украины должны полностью контролировать весь периметр. Вот после выполнения этих условий на Донбассе можно говорить о подготовке и организации проведения через какое-то время после выполнения этих условий, там 2-3 месяца, о проведении местных выборов. Можно говорить, что проведение выборов и, собственно, принятие закона может быть не раньше, чем в следующем году, так как минские договоренности еще до конца года мы будем выполнять? Ну, что касается сроков, то тут же, понимаете, это же любовь на двоих. Поэтому все зависит же не только от нас. Та сторона бандитов же не выполняет и никогда не выполняли. И сейчас это происходит, обстрелы ежедневные. То есть Россия никогда договора свои не выполняла и продолжает эту же традицию четкую российскую. И сейчас это на Донбассе ежедневно мы видим. Договоренности со стороны России бандитов не выполняются и наемников российских. Со стороны Украины в одностороннем порядке выполняется, но, к сожалению, это приводит только к потерям боевым, когда наших обстреливают постоянно, а наши войска, к сожалению, не открывают огонь в ответ, чтобы опять не было эскалации конфликта. Но в таких условиях, как минских соглашений, которые приняты были в Минске, а надо отметить, что никакого минского формата нет, это такая, знаете, дымовая завеса, прикрытие. На самом деле минский формат это московский формат или путинский формат изначально. То есть то, что Порошенко от женевского формата отказался и согласился на так называемый минский или путинский формат, это привело и будет приводить и в дальнейшем к тяжелейшим последствиям для Украины в целом и для наших перспектив на будущее, потому что заложенные там мины, они под нашу государственность очень продуманы. О этих рисках я хочу поговорить с вами. Тем не менее, все-таки уже мы идем по этому минскому пути, тем не менее, мы уже взяли на себя обязательства выполнять минские соглашения, как вы сами констатировали, что мы действительно их таки выполняем. Вот хочу зачитать, собственно, то, что написано здесь в этих договоренностях, в пункте 4, что в первый день после отвода начать диалог о модальности проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и законом о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Ну, собственно, в первый день после отвода. Господин Евгений, хочу уточнить у вас. Отвод, это вооружение происходит сейчас, мы свое отводим, но тем не менее, АБСЕ неоднократно заявляла о том, что боевики таки оставляют оружие. Ваше мнение, вот по срокам, к примеру, наступит день, когда якобы и Украина, и боевики, или там Россия должны отвезти свое вооружение. В этот день можем начинать рассматривать и можем начинать говорить о том, как проводить там выборы? Или все-таки должны дождаться констатации факта, что и мы отвели вооружение, и та сторона так же? Ну, собственно говоря, коллега только что сказал об этом. Дело в том, что, вы видите, в тексте соглашения написано, переговоры о модальности проведения выборов. То есть условия, при которых выборы могут быть проведены. То есть это обозначает, мы начинаем контролировать границу нашу. В условиях написано, что после выборов. Да, я тоже зачитаю, раз мы уже коснулись этого момента. Разоружение, далее, разоружение. И раз мы коснулись этого момента, с вашего разрешения, я все-таки зачитаю, дабы мы не были такими голословными. Я скажу о том, что написано, собственно, в договоренностях, что восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов. Ну, собственно говоря, вот об этом... Ну, это девятый пункт. Насколько я помню, участники переговоров последних, они окончились ничем. И Бессмертный Роман говорил об этом, что условия проведения выборов, они, в общем-то, так и не были согласованы, все это стоит на месте. Потому что, ну как можно проводить выборы, если ты не контролируешь границу и в любой момент... То есть, как, например, организовать контроль за законностью, легитимностью выборов на территории, которую ты не контролируешь. Это же должны быть, скажем, правоохранители, которые подчиняются Киеву, во-первых, а не там. То есть, там выборы... Собственно говоря, в Донецкой области последние годы выборы никогда не были особо легитимными и законными. То есть, там просто переписывали протоколы. Сейчас это никакие не выборы. Это можно нарисовать на ксероксе бюллетеней и так далее, и так далее. Я вас правильно понимаю, что даже если будет возможность... Смотрите, правильно понимаю вас? Даже если будет возможность организовать проведение выборов там. Ну, к примеру, мы все-таки восстановим контроль над границей. Мы сможем добиться отведения вооружения. Мы, наконец-то, дождемся этого дня, когда выйдут оттуда все бандформирования и русские войска. Все, ну вот, наконец-то. Хочется верить, что это будет очень скоро. Будем оптимистичны. Можно ли говорить, что даже при этих условиях... Я не понимаю, какие проблемы тогда. Смотрите, вот спрашиваю, можно ли говорить, что даже при этих условиях агитация, о которой говорили, что там должна быть честная агитация, она сможет быть честной, так как люди там не видели украинских каналов уже, я не знаю, годы-то точно, а если не больше. И они все-таки... у них есть пропаганда. И, ну, как бы, можно ли... нет ли риска, что те же боевики, которые вчера были за сепаратизм, которые были за присоединение к России, придут к власти и снова эти настроения продолжатся? Ну, в общем-то, так и будет. Но, во-первых, если мы восстанавливаем контроль над границей, если там работают наши правоохранительные органы, прокуратура, милиция, суды, если там, ну, сначала, до выборов, там должна быть комендатура военная, то есть военное управление. И далее, почему нам не проводить там выборы? Ну, например, я категорически не согласен, что люди, которые совершили криминальные деяния, военные преступления во время боевых действий, там, они должны быть... или имеют право на амнистию, никакой амнистии. А что касается остальных, ну что ж, если они не совершали каких-то преступлений, они имеют права баллотироваться. То есть у нас же похожая ситуация, вот, скажем, в том же Мариуполе или в других районах и городах Донбасса, где люди избирают ОПО-блок, который, в общем-то, я всю эту кашу и заварил. Ну что ж, это наши граждане. Хорошо, не могу не спросить. Речь идет только о том, что если они декларируют, скажем, те же сепаратисты Пушилин и Захарченко, декларируют, что мы хотим войти, опять же, в правовое поле, в состав Украины, получать там эти все социальные вливания, пенсии и так далее, и так далее. Пожалуйста, нет проблем. Только на наших условиях. В противном случае все это кончится тем, что это будет изолировано, как помните, когда-то говорила Тимошенко, что колючим дротом это будет. И вот до поры до времени. Не могу не спросить, вы заговорили про Мариуполь. Все-таки выборы там 25 октября не состоялись. Сейчас парламент планирует принять поправки, планирует принять закон, согласно которому смогут провести голосование там 15 ноября. Ваше мнение, Игорь, стоит ли все-таки проводить там выборы? И то, что произошло 25 октября, то, что выборы не состоялись, какова оценка? Ну, прежде всего, я хотел бы еще реплику сказать по предыдущему пункту по выборам вообще, а не в Мариуполе, на оккупированных территориях. И о самом главном. Все-таки девятый пункт Минских соглашений – это главная ловушка, в которую попалась Украина и во главе с президентом. Почему это и произошло, и чем руководствовался президент и его команда, когда, я не знаю, Кучма не мог без согласования с Порошенко подписывать и принимать эти Минские соглашения, вот этот именно девятый пункт. То есть, ну, абсурд. То есть, сначала выборы, а потом вывод войск России. Нет, там не сказано про вывод войск, там сказано конкретно про границу. Давайте не будем усугублять. Ну, правда, про вывод войск там не сказано. Там сказано, что после отвода войск мы начнем разговор. Стоп, вот это ключевые слова. Еще раз. Не после вывода войск и восстановления контроля над границей. Вот в этих мелочах и скрывается путинский дьявол. Там написано после отвода. Что значит после отвода? Вот сейчас производится формальный отвод войск от линии фронта, тяжелых вооружений, там на 15-30 километров в зависимости от калибра. Не вывод войск с оккупированной территории, ничего подобного. Они на линии фронта находятся. Войска. Отведено только вооружение от линии фронта. И вот сейчас по букве, если идти по букве Минских соглашений, после отвода войск и перемирия, надо приступать к подготовке к проведению выборов, если следовать букве Минских соглашений. Это и есть наиболее, не то что уязвие, я считаю, что это крайне невыгодный пункт, не просто он предательский по отношению к Украине, потому что речь идет прямо о том, что сейчас будет перемирие, войска не выведены из Донбасса, ни российские, ни наемники, ни террористы и бандиты, все находятся там. Но отвели их от линии фронта. Все. И то только вооружение. Теперь нужно проводить выборы. Контроль за границей опять российский полностью. Ввози, вывози, заезжай туда толпами во все стороны, сколько Россия захочет войск довезти, сколько людей она захочет привезти во время выборов. То есть это не выборы, это даже не комедия, не издевательство над выборами. Это полная, скажем так, профанация самого понятия выборов. И именно этого Путин добивается, этим пунктом, потому что никаких выборов не будет. А вот в такой форме, как здесь записано в Минских соглашениях, речь идет о назначении. Тогда Украина будет обвинена и Путиным, и Западом в срыве Минских соглашений. Потому что там в девятом пункте четко записано, не после вывода войск и восстановления контроля, а после отвода. Это совершенно разные вещи. То есть войска там. И при российских и бандитских террористах и автоматчиках, которые на всех улицах будут с оружием находиться, и на каждом избирательном участке не могут зайти. Вы представляете, каких выборов, каких избирательных комиссий, о какой агитации политической может истерить? Но вот как раз об этом Украина и говорила. Неоднократно наше правительство, президент и говорил, что пока там будут находиться бандформирования, пока там будут находиться русские войска, выборы мы там провести не сможем. Не можем. А девятый пункт Минских соглашений обязывает, что может. Девятый пункт говорит, что контроль над границей будет восстановлен после проведения выборов. Так, тут я с вами не могу согласиться. Еще раз. Там написано, что контроль над границей после выборов. Не до, а после. То есть граница под контролем России. Ну все-таки давайте соглашаться, что граница и выведение войск это два разных пункта. Так они же и не решили. Так тут же написано. И все-таки два разных положения. Я еще раз наголошу по-русски, акцентирую ваше внимание на том, что здесь очень четко как раз в девятом пункте, который вы цитировали, сказано, что только... Я могу процитировать его еще раз. Давайте еще раз. Смотрите. Что после отвода, не вывода войск, а отвода... Читаю, начиная с первого. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов. В девятом пункте речь идет как раз о границе. Не о вовведении войск, а именно о границе. А тут этого нет. Значит, войска они не выводят. Мало того, что у них контроль за границей. То есть вы считаете, что это подразумевает то, что войска не будут выведены? Абсолютно. Это не подразумевает. Тут четко это написано. Прямым это не написано. Это можно только расценивать как подразумевание. Подразумевать мы с вами можем что угодно. Здесь на бумаге изложено четко. Здесь нет условия, что Россия выводит свои войска и забирает своих наемников и убийц, которые тысячами, десятки тысяч Россия сюда направила за деньги. Здесь ни слова об этом нет. То есть в их присутствии российской армии и их наемников, наши бандиты это еще, это часть вопроса, там же их тысячи, десятки тысяч наемников. При них будут проводиться выборы. Это означает, что будут назначаться главари банд, которые возглавляли этих убийц. Они будут, каждый главарь банды в своем селе, поселке или городе, он будет мэром избран, главой исполкома и так далее. Они узаконивают бандитов при власти. То есть то, что нужно Путину, его управление подконтрольное ему и им же назначены бандиты, Путиным, эти бандиты и будут руководить на Донбассе по этому сценарию. Так вот как раз я так понимаю, что мы должны принять закон, которым написать условия проведения выборов, которым предусмотреть все, дабы вот этот сценарий не был реализован. И вот как раз хочу от вас и услышать, когда возможно будет его принять и что конкретно мы должны написать. То, собственно, то, с чего мы начинали наш разговор. Так вот, теперь закон, который мы будем сейчас принимать, Украина, специальный закон о выборах, в этом законе мы должны, этот закон не должен противоречить Минским соглашениям, потому что иначе нас обвинят в том, что мы их нарушаем. Для того, чтобы нас не обвинили, он должен соответствовать. Если он будет соответствовать этот закон, то это означает, что там будет путинский сценарий. Узаконивание уголовников и бандитов, отъявленных и убийц, которые творили вот все, что мы видели на Донбассе все эти полтора года, да, сколько крови пролито и сколько горят там и слез, вот эти же бандиты и главари, они будут избраны. Давайте услышим мнение господина Евгения. Или мы примем закон, который будет противоречить. Игорь, я все-таки вынуждена перебить вас. Давайте послушаем мнение господина Евгения. Вот как вы считаете, это такой замкнутый круг, что принимая закон, мы нас могут обвинить в нарушении минских договоренностей, не принимая его, мы не можем провести выборы, потому что то, что написано здесь, противоречит тому, при каких условиях Украина хочет проводить выборы там. Ну, во-первых, я хочу, чтобы вы обратили внимание о том, что, о таком словосочетании, как модальность проведения выборов. То есть, на самом деле, сейчас переговоры идут не о тексте закона, а идут о условиях, в котором эти выборы состоятся. И вот условия такие, все хорошо понимают, что в стране, если в стране есть иностранные войска, есть вооруженные люди, незаконные с точки зрения нашего государства, то говорить о каких-то выборах, которые Украина потом признает легитимными, и эти структуры войдут в наше конституционное правовое поле, это нонсенс и абсурд. Поэтому нужно уже сразу понять, с самого начала, что вот эти вот переговоры о модальности, о условиях, они не могут быть в теле закона о проведении выборов в отдельных районах Донецкой области. Во-первых, во всех отношениях такие условия, они не есть предметом конституционного права. Это совершенно другое. То есть, там, в общих чертах можно написать, как и во всяком законе, что они свободные, тайные и общие. Но о условиях, скажем, введения войск и так далее, там этого текста не будет. То есть, в законе это прописать нельзя? Не можно, это, в общем-то, нужно отдельное соглашение. Ну, во-первых, что закон о выборах, там существуют нормы материального и процессуального права. Вот, скажем, у нас нормы процедурные, когда описывается, как производится голосование, подсчет, далее, другие процессы. Вот, все это выписано в законе. И в законе выписаны некоторые нормы материального права о том, на основании каких документов получает о том, что вот нельзя приходить с автоматами, а с бронетранспортерами можно приезжать, в законе не напишешь этого. Поэтому обязательно вот эти условия проведения выборов, они будут дополнительным. Я понимаю однозначно это. Это будут они оговорены в дополнительном соглашении. И вот сейчас вся каша заварилась, что вот наши переговорщики что-то подписали в этих минских соглашениях, а выполнить, ну, это нужно быть полностью сумасшедшим, чтобы согласиться, что при открытой границе, при наличии войск и вооруженных незаконных формирований мы проводим свободные выборы. Это нонсенс, такого не бывает. Вот, и поэтому я понимаю, что этот вопрос будет решаться совершенно в другой плоскости, совершенно не в той, что мы говорим. Потому что правовым способом решить этот вопрос нельзя. То есть стоит и ждать очередных переговоров, очередного раунда переговоров, может даже в другом формате. По поводу нормандского формата, могут ли они все-таки как-то рекомендовать или помочь нам провести выборы там? Они не могут помочь нам, потому что Германия, Франция это прямые союзники России, и в этом случае Украина сидит против троих, так сказать, противника и сочувствующих ему. И немецкие бизнесы, европейские, они уже угрожают, что если вот каких-то подвижек не состоится до Нового года, то мы будем там частично снимать санкции, поскольку Россия там не стреляет. К сожалению, у нас не так много времени. Спрошу прямо, вы считаете, что Германия и Франция не так уж слишком могут помочь Украине, и что им ну как бы выгоднее с Россией сотрудничать? Правильно я вас понимаю? Это всегда так было, потому что весь бизнес, немецкие, французские, они завязаны на Россию, а не на Украину. То есть нормандский формат неэффективный? Абсолютно. Значит, это нужно менять формат, и куда должны подключать Германию, Соединенные Штаты, Британию, даже Польшу. Интересное мнение, Игорь, как вы считаете? Я считаю, что изначально... По поводу формата вот все-таки. По поводу формата, это важнейший вопрос, это был стратегический вопрос. Да, вы уже сказали, что Минский исчерпал себя, он не выгоден. Вот хочу услышать, от вас какой выгодный будет. Да, я сейчас отвечу. Минский и Нормандский это одно и то же, те же действующие лица. Поэтому будем говорить так, Минский и Нормандский... Ну не совсем. Почему? Потому что там существуют субъекты, которые совершенно непонятны правовым статусом. А, вы имеете в виду, Минские были представители ДНР. И все это совершенно неформальные. Да, там еще добавляются вот эти представители, так называемые, нелегитимные. Хорошо. Формат, оптимальным форматом, об этом говорили все эксперты и дипломаты изначально, был Будапештский формат. То есть, стран подписантов Будапештского меморандума 1994 года, в котором Украине за сдачу третьего в мире ядерного арсенала, добровольная страна, единственная в мире. И в человеческой истории один раз только это произошло, а именно Украина совершила этот поступок. Украина добровольно отдала России весь свой ядерный потенциал, который, еще раз напомню, был третий в мире. После американского, российского, третий ядерный потенциал оружия ядерного был в Украине. Мы добровольно отдали этот, избавились от ядерного арсенала под гарантией нашей целостности, безопасности и суверенитета. Сейчас это ясно, что оно показало, что этот договор не действует. То есть, вы считаете, они должны нам помогать? Нет, конечно. Они обязаны по этому меморану. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Китай, Россия и Украина. Вот эти страны за столом первые лица должны были сидеть. И мы должны были требовать от стран-подписантов, ну кроме России, с России понятно, это враг. От России сложно что-то требовать. Это извечный враг Украины. Это же не первая, не вторая, не третья война России против Украины. Мы сейчас в историю углубляться не будем. Да, потому что не так много времени. Но это российская традиция даже. Нести сюда кровь. Все-таки требовать чего можем сейчас? Мы обязаны требовать проведения переговоров в будапештском формате, где будут присутствовать главы государств. И там нужно. А не, так как сказал коллега, действительно, это самый неудачный нормандский. Это страны, ориентированные на Россию. Да? Разумеется. Все-таки, к сожалению, очень мало времени. Я вас уже спрашивала по поводу выборов в Мариуполе. Не могу не спросить напоследок, потому что это сейчас тоже очень актуальный вопрос. 25 октября они не прошли. 15 ноября стоит проводить или нет? Потому что вот как раз парламент, который должен урегулировать этот момент, там мнения разделились. Кто-то говорит, давайте подождем, кто-то говорит, нет, давайте 15-го избирать. Как вы считаете? Я вам скажу, в первую очередь, все эти выборы можно ставить под большим знаком вопроса вообще местные. Главное, ни в коем случае, вот больше они показали, это была заложена изначально, манипулятивная технология и технология фальсификации. Это то, что бюллетени печатались на местах. Но сейчас ЦВК будет печатать бюллетни, уже передавать туда 15-го числа. Это все понимают, не стоит. Сейчас это нужно сделать позже, потому что там должна нормальная выборная кампания, агитационно еще раз пройти в Мариуполе. Нужно дать время для того, чтобы там нормальный был процесс. А так как сейчас Ахметов печатал бюллетни в своей личной типографии, и что хотел, потворил, понятно, это было по всей Украине, но просто в Мариуполе это было в такой нахальной форме, в такой циничной, в таких масштабах, что даже там уже не выдержала та же власть, которая участвовала в этом позже. Евгений, не могу очень не поинтересоваться, очень хочется услышать вас. Как вы считаете? У нас есть Конституция. Одна из норм этой Конституции, это свободное волеизъявление. То есть право каждого гражданина принимать участие в избрании власти. И это право неотчуждаемо. Его не можно, нельзя ни одним законом забрать. 15-го числа стоит проводить? Обязательно. И пусть они избирают того, кого хотят. У нас сегодня как в сессионной зале парламента. Пусть на их голову будут. Мнения также разделились. Там депутаты также вот не могут определиться, пройдут ли 15-го числа выборы в Мариуполе и Красноармейске, все-таки узнаем немного позже, потому что сейчас что-то спрогнозировать очень сложно. Так же, как сложно спрогнозировать, когда же все-таки будет принят закон, и будет ли он принят, и будет ли он эффективным для проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса. Именно по этому поводу мы сегодня общались с независимым экспертом Игорем Ксихом, и также с политологом Евгением Жеребецким. Мы говорили по поводу проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса, при каких условиях стоит их проводить, и все-таки немного затронули минский формат, и вот мои гости сегодняшние считают его неэффективным. Это была программа «Единая страна». Меня зовут Виктория Пластон. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин